В Португалии, где на сегодня выявлено 7,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а число жертв достигло 160, режим чрезвычайного положения ввели еще 19 марта. Наша коллега, журналист Лилия Зайцева, которая сейчас живет и работает неподалеку от Лиссабона, рассказывает, как она сама и ее соседи проводят эти карантинные дни. Из дома почти никто не выходит. Среди уважительных причин это поход в супермаркет, это пробежка, это прогулка с собакой, поход в аптеку, какой-либо форс-мажор, например, когда вам нужно к врачу, либо это поход на работу. Если вы все еще работаете, ну, очень много людей перевели на удаленную работу. Вот я, например, работаю уже на собственной кухне. Вот так сейчас выглядит мой рабочий кабинет. Мы живем не в самом Лиссабоне, а в 15 километрах по центру города, возле реки. Здесь видно реку и видно, как она впадает в теоретический океан. И здесь раньше было просто очень много круизных, байнеров, парусных лодок. И вот сейчас, как видно, здесь ничего ни одной нет. И абсолютно никого на улице нет. Люди очень сознательные и стараются сидеть действительно по домам. На прошлой неделе мы видели, как приехали врачи в таком противочувном костюме, одноразовом, масках и перчатках. То есть, к сожалению, скорее всего, инфекция уже до нашего дома добралась. В первые дни карантина в супермаркетах были пустые полки и очереди. Но никто не стал упрекать людей в том, что они делают запасы. Просто увеличили поставки в супермаркеты. И вот сейчас видно, что никакой паники, никаких очередей нет. Ничего, кроме вот этой таблички, призывающей соблюдать социальную дистанцию, о карантине вообще не напоминает. Все продукты на месте. Овощи, мясо, фрукты. Можно купить чистящее средство. И туалетная бумага, вообще символ этого карантина, тоже есть в наличии. Одно из немногих удовольствий, которые у нас остались за последние две недели, это пробежки у моря. Никакого контроля полицейского за людьми нет. То есть никто не требует письменного объяснения, как это происходит во Франции и в Италии. Никто не составляет штрафы. Поскольку вот в целом подавляющее большинство все-таки соблюдает все правила карантина, просто осознавая серьезность момента, если не для себя, то для своих пожилых родственников. Продолжение следует...